Всем привет, вы на канале Кайби, и с вами Екатерина, и мы продолжаем проходить The Tales of Bayou, а именно мы за лютобора выполняем предназначение спасти мальца князя по имени Млада, вот. И у нас, конечно, мало папороти. Да, как вы видите, мы пошли к Змею Горынычу, да-да. А перед тем, как начать, поставь лайк данному видео и подпишись на мой канал, да-да-да. Вот. Так. Я все еще жалею о том, что мы не пошли к Бабе Еге, мне кажется, если бы мы пошли на пиршество, то она бы нам дала папороти хотя бы, вот. Поэтому, окей. Ну, мне так кажется. А вы напишите в комментариях, права ли я. Вот. Гляди, какой огромный. Да, чудовище это былинное. Много бед в свое время натворила. Придется его будить. Не валяется же лекарство среди этих костей. Так. А что это? Погоди, может быть, это что-нибудь есть? Он столько людей сожрал. Почему Мария его отсюда не выпроводила? Леха-то она одолела. Но Горыныч покрепче будет. Его много веков богатыри убить пытались, а он до сих пор жив. И кости эти с большего, лесных зверей, человечих мало. Ау-у-у, понятно. Видать, присмирел змей с возрастом. Ну да. Так, череп змея. А, череп змея, смотрите. А, кстати, что за скелет в доспехах? Этот такой большой и сохранился хорошо. Не сумел змей его доспех пробить, наверное. Это был богатырь. Ты большую кучу поковыряй. Там вашего брата еще поболее. Так, и осталось череп змея. Смотри сюда, Литобор. Это он, что с другим змеем дрался? Это Горыныч череп. Говорят, ему голову отрубишь, нова вырастает. Ах, точно забыла. Ничего себе. Бывает, порой течет и вода горою. Ну да. Так, тут ничего нету. Мало ли, вдруг реальное лекарство есть. Ах, жертвенный камень. Похож на тот, что у Марии в палатах стоит. А что тут за следы? Кровь? Не надо змею охотиться. Все прямо сюда приносят. Но хочется, что люди готовы ему душу продать. Но за что? А сами-то зачем пришли? Их давно древние полубоги помогают просто так, да? Ах, проснулся. Что за шум? Кто меня тревожит? Бывает и так, что еда на трапезу сама приходит. У меня так обычно и случается. Болтливый, блохастый, бездельник. Теперь и мне досаждать пришел. А я надеялся, что больше не увижу этого самодовольно махнатых крызла. А вот же старый брюдливый хер. Разве так старых знакомых привлечают? Ничего, я это, осуждаю, что они там говорят. Я про маты. Не дай бог, непривычные, неприличные слова. Самого суморез, если я болтовнёй своей меня донимаю, дружок твой. Ты это про кого? Какой дружок? Ну вот, и этот мне не рад. Вернуться что ли к Ждану? О, довольно. От пустых разговоров у меня только аппетит разыгрываться. Говори, кто тебя ко мне прислал, богатырь? Ну, конечно же, Яга. Ведьма сказала, что ты знаешь, как лекарство от Белого Мора отыскать. Яга о сверхмеры болтает. Я ведь много чего знаю. Так что каждого бродяга ко мне направлять? Я про Белый Мор, я, конечно, знаю. Думаешь, первый раз он в сторону приходит? Но скажи, зачем мне тебе помогать? Ни меня, ни тебя болезнь не берёт. Так. Я отплачу благодарность, угрожа, ты поможешь стороне. Ты же тоже тут живёшь. Это и твоя земля. Земле вреда нет. А на людей мне плевать. Тысячи больше, тысячи меньше. Но ведь ты тоже от людей зависишь. Вон, к тебе на жертвеннике гостиницы оставляет. И на подачки ваши мне тоже плевать. Захочу. Возьму свою силу. Так. Тогда... Благодарность? Народ стороны. Князь Болеслава, буду тебя славить. Сейчас тебя помнят, как злодея, что некогда сторону разорял. Так для тебя героем станешь. О, да. Я разрушал княжество. Сжигал целые города. Жрал людей сотнями. И где древние владыки, их поданные, орущие от ужаса? Теперь всего лишь былины. Ваша спесь, тщеславие и гордыня. Всего лишь прах. Ничего из этого мне не надо. Ну, я бы не угрожала бы. Ну, давайте я отплачу. Ты только скажи, чем. Теперь на моем языке разговариваем. Я расскажу, что знаю про мор. А ты приведешь сюда Марию. Живой или мертвой. А, вот это интересно. А она тебе зачем? Она сама ко мне пришла. Даже не успели у нее раны зажить, которые в бою с лихом получила. А, то есть вы хотите сказать, она не богатырь. То есть она сделала сделку с Горынычем. Понятно. Помоги, говорит змей. Сил больше нет этого кровавого тирана терпеть. Вот, понятно, почему она испугалась. Когда мы были у этого. У уже торговца. Угу. Это были слава, что ли? До этого мне нет дела. Надоело ей жители стороны огнем и в чем карать. А тут Яроградцы благодарные на присол зовут. Чуть ли не на руках носят. Все-таки торговец чем-то был прав, да? Одна вот загвоздка предназначение. Не позволяло оно ей в Ярограде остаться. Вот она ко мне и пришла. Так. Поддержать, осудить, промолчать. Давайте-ка промолчим. Да, да. В жизнь богатыря приятного мало. Чтобы там люди не думали. Ну, разве можно предназначение обмануть? А разве тебе по силам изменять волю богов? Тут свои хитрости есть. Вот поживешь с моей... Впрочем, нет. Не поживешь. Дал я ей змеев камень. Возле него боги невластны с судьбой смертным распоряжаться. И мы уговорились. И если получится у нее осесть в Ярограде, то вернется сюда и отдаст мне свою богатырскую силу. А-а-а, вот поэтому она боится. Я думала, боится заболеть. Вгонья. Совсем звехватку потерял? Надули, как ребенка. Ну да, надули. Ах! И за это она умрет. Ага, так, что тут у нас обновилось? Баюн. О, наконец-то про Баюну хоть что-то. Рассказывают, что ночью заплутавший путник может услышать певучий зов. Если он опрометчиво последует за ним, то встретит диковинного кота Баюна. Будет этот кот и песни, и петь, и сказки рассказывать. Это случайно не тот, который по цепи кругом у лукомрая дуба зеленого живет. Вот только как наскучит это все Баюну, или окажется публикой неблагодарной, пиши пропало. Прыгнет чудовищный кот на путника и разлобьет в кулачье своими железными когтями, а затем сожрет. О, нифига себе. Если окажется человек удалом да смекалистым, то может Баюна изловить. Тогда будь дивный, зверь ему верно служить. Но это пока никому не удавалось. А, то есть, получается, нельзя про сказ... Нельзя так называется, что ли, игра, да? То есть, наше решение, наше решение все зависит от того, что в итоге нам сделает Баюн, да? Ммм... Поэтому у путника надежда дна, слушать истории Баюна, хвалить рассказчика, да делиться преданиями, которые слышал сам. Если досидят они так до рассвета, не станет кот никого есть. Так что удачи тебе, путник. Встречишь Баюна, не дай ему затасковать. Ммм... Хе-хе... Ладно. Так, Горыныч. Никто толком воздух стороны не знает, но если решит подсчитать, что надо ему искать змея Горыныча. Нет на этой земле живого существа, старше, чем он. Когда-то был Горыныч главной напастью в стороне. Города разорял, и девиц похищал, а вот сколько их скотина сожрал, не перечесть. Ни один богатарь пытался Горыныч в бою сокрушить, но никто не преуспел. Однако, со временем змеи стали видеть все реже и реже. Прошел слух, что и сдох ящер, не мудренно столько пожививший. Но жители Ярограда знают, что все это враки. В окрестных лесах Горыныч богово себе обустроил. Живет тихо и не буянит. Иногда находятся желающие змеи его мудростью заполучить. И идут они тогда в лес к нему на поклон. Просит научить колдовству или искать под землей золото. Некоторые возвращаются, но про то, что видео в лесу молчат. Так, что у нас тут? Горыныч ничего не делает, просто так и за все берет плату. Конечно, его расценки кому-то покажутся излишне суровыми, ведь за некоторые услуги ценой может стать жизнь. Однако и вопросы, которые может решить змей, тривиальными не назовешь. А-а-а, окей. Так, по поводу Марии Моревны тут ничего не появилось? Вот. Можно левануть предназначение? Оказалось, что да. С помощью темного ведомства Горыныча он даровал Марии змееве... Змееве? То есть так, как училку назвала. Змеев камень, возле которой судьба над ней не властна, но взамен потребовала ее богатырскую силу. Мария согласилась, но нарушила условия сделки, то есть она не отдала свою силу. Понятно. Так. Окей. Так. У змеев камень, наверное, как раз-таки тот самый камень с зелеными камушками, которые есть кто видел. Вот. Поэтому, скорее всего, это тот самый камень. Угу. Сила Марии. А богатырская сила тебе на что? Людопо рассказывал, что ты, могуч, ни одного богатыря одолел. Думаете, я просто так богатырей жрал? У них же жесток, жесткое мясо, невкусное. Но вместе с кровью их сила мне передалась. Долго я ее копил. Кровь вообще сущность непростая. Много в ней мощи колдовской. Да забыли смертные, как ей пользоваться. А я помню. Так, змеев камень. Погоди, а что за камень такой? Это, наверное, тот валун, что у нее в палатах стоит. Да, да, да. Млад тоже обратил внимание. Все просто, пока Мария рядом с камнем, нет у нее никакого предназначения. А-а-а, понятно. Все, спасибо за конкретику, спасибо. Значит, сила ее не пропадет, и смерть в двери не стучится. А если отойдет от камня? Начнет слабеть, грехлеть, да ты сам знаешь. Ага. По идее, по идее... Блин, по идее, Змей Горыныч, он такой. Как бы и не злодей, и в то же время, если есть захочет, то он это нападет. Но зачем Марии так делать? Зачем? Она, видимо, струсила это очень сильно даже. Даже очень. Я соглашусь, надо с этим решать. Ну, расскажи сначала, а с Марией потом разберемся. Только не вздумай меня обмануть. Мария попробовала и теперь за это заплатит. Даю слово. Так как нам победить Белянку? Не первый раз Белый Мор в сторону приходит. Бывало такое и раньше. Мор всех не убивает, только слабых, здоровых и крепких не берет. Так сторона самя себя очищает и становится сильнее. Смея так же их кожу сбрасывает, чтобы жить и расти. Похоже на правду. Меня с Марией Белянкой не взяла и даже кузнеца миновала. Ну, как быть с остальными? Их же можно спасти. Есть только один способ. Надо со слабой силой поделиться. Ну, отдавать придется все без остатка. И сила-то должна быть незауреятной и исключительной. Смекаешь, Людобор? Ну, а самый верный способ – переждать. Вот как я. Ну, а что тебе эти слабые людишки? Я и не думал, что ты это поймешь. Но у кого же взять такую силищу? У меня, у Марии, у змея. Па-ха-ха, так. А вот это интересный вопрос. Так. Как бы силы и Людобор и Умари – это понятно. Но змей оговорился. Он силен, когда он съедает богатырей, а именно питается их кровью. То есть он сильный. Даже сейчас он сильный. Вот. Поэтому... А вот тут я не могу сказать, что и как. Так, по идее, Марию нужно оставлять в том плане, что она регулирует город. Вот. Мы... Извините. У нас есть предназначение. Мы самому себя рекомендовать не будем. Вообще никак не будем рекомендовать. А если ему Марию уберет, то будут беспорядки в городе. Поэтому у змея. Про твою мощь легенды складывают? Нет. Силы у меня предостаточно, это правда. Вот только не подхожу я. Не примет сторона черную змеиную кровь. Сколько не лей, только куда будет. Ты о чем? Если хочешь остановить чуму, нужно напоить эту многострадальную землю здоровой, сильной кровью. А-а-а. А вновь на наше предназначение как раз таки нашу кровь разлить, да? Положи на этот жертвенник сердце богатыря, Людобор. Или отдавай свое. Жертвенник. Кровь Мария. Благородная кровь. Все понятно. Благородная кровь. Слыхал я, что кровь к дизе и править тоже чудесные свойства обладает. Я что, тоже правильно? Парень-то одной ногой в могиле. В смысле? Я не про него. Легенды не врут. Но не по древних князей из прежних времен. А посмотри на нынешних. Выродили славы и стали. Ничтожество. Их кровью только рот полоскать. Так, кровь Марии, понятно, жертвенник. Может, действительно, наше предназначение всех спасти, наверное, все-таки нужно пожертвовать собой. Зачем нести сердце сюда? Что это за камень? Есть сторонние валуны настолько старые, что корни пускают. Через них земли жертвы передавать можно. И тепло от них идет. Любят змей да ящери там греться. Это как раз из таких. Просто я его под свои нужды обустроил. По близости других нет. Я не находил. И ты едва ли сыщешь. Ага. А если кровь Марии? И не думаю, что Мария согласится. Разумеется, не согласится. До последнего вздоха будет зажить свою жалкую убийцу. Но ведь и ты, Бокатрин, не так ли? Если убьешь ее из сердца, вырежешь. Договор наш все равно исполнишь. Но лучше ко мне приведи. Хочу в ее лживые глаза напоследок посмотреть. Все понятно? Значит, без жертвы не обойтись. Неужели обязательно кому-то умирать? Должны быть другие способы. Неужели еще не усвоил малец? Всегда кто-то умирает, чтобы другие могли жить. Ну, по идее, по идее, мы должны самим собой пожертвовать. Это наше предназначение. Не только спасти нашего князя, но и всех. По идее, логика такая. Теперь ступай. Приведи ко мне Марию. Да возвращайся с жертвы, если осмиришься. И не трать мое время на ваши человечие сомнения. У вас с мальчишкой этого времени в обрез. Ладно. Хорошо. О, тут еще можно осмотреться. Ага, тут выход. Что это был за богатырь? Который? Ааа, это Баремир. Селен был, как десять буков, но уж очень медленный. Зато этот успех ему сделали на славу. Не раскусить, не выковырять. Вот сожжать и не получилось. Прижать ему кости, переломать долго, он здесь помирал. С собакой был. Страшная смерть. Баремир? Я о таком не слыхал. Небудрено, ведь давно это было. Нынче не только люди, но и богатыри измельчали. Угу. Так. Много здесь костей. Прибрался бы душегуб древгловый. А ты почувствуй заглянуй. Ради дорогого гостя я так стол накрою. Чтобы со мной на этом столе оказаться, нашел дурака. Хе-хе-хе-хе. Ну да. Больно интересно шерстовую потом отряхивать. И вообще, кости задают дух. Дух весей в пещере. Если заявится кто, пока меня нет, сразу смекнет, что здесь живет. Кто здесь живет, извините. Хе-хе. Так. Я слушаю, что если Горынычу голову трубить, то вместо нее две вырастают. Глупости. Было бы у меня тогда голов больше, чем когтей. Очень неудобно, еды не напаснешься. Зависть одной растет одна, а три было бы с самого начала. Ну да. Хе-хе-хе. Видать, не слышат боги людских молитв, если народ тебе теперь жертв приносит. Слышат. Но и боги, и люди в последнее время слишком много себе мнят. У одних условия суровые, у других запросы немеренные. А у меня просто хочешь научиться, плати. Кровью, мясом, слезами. И чему же ты учишь? Ветовство. Кто проклятие хочет на соседей наслать? Кто колоды по земле чувствует, желает? А исцелять других твое колдовство может? С такими просьбами никто не приходил. Не приходил. Дураки погибают. Еще на подступках в лесу. Угу. Окей. Ладно, ладно, ладно. Так. Больше ничего нет, но нам пора идти. Идем, Влад. К Марии есть много вопросов. Да, я уже... Погоди немного. Блин, блин, опять минус хп. Снова приступ. Папа должна помочь. У меня ее больше нет. Извини. Ах, хватит, кажется, очень уж больно. Ага. Неужели не видишь, парень не жилец? И еще один и другой поворахтается, а потом ноги протянет. Эй, Млад, ты живой? Ага. На Млад на тот свет собрался. Богатырь с него пылинки сдувал. Он нам вовремя по парочке подчевал. Ох, кажется, полегчало. Дай-ка подняться попробую. Спасибо. Если бы не ты, я бы, наверное, умер. Это мой долг. Не допустить этого. Долг? Это так незначительное задание. Главное, что ты за ним свой настоящий долг не забываешь. Жаль, на богатыря выучиться нельзя. Я бы все отдал, чтобы стать таким, как ты. Так уж и быть, пойдем. Недолго тебе возиться с пареньком осталось. Еще одного приступа он не выдержит. Пора делать выбор, людобор. Не все князю за тебя решать. Да уж. Так. Если с чем-нибудь другим взаимодействовать. Нам нужно попорить. Причем срочно нужно попороть. Так. Тут, конечно, я сейчас прочекаю. Мало ли что-нибудь другое появилось. Да, у Корыныча. Змеи не чаруются принимать кровавые жертвы. И даже заботливо организовал в своем логе алтар для всех страждущих воздать ему почести. Ну, Марья Моревна, давай рассказывай. Ты где пропадал? Я уж подумал, будто решил из города сбежать. А обо мне, стало быть, вообще не подумала? Не лезь, когда старшие говорят. Мы с Горыныча толковали. А вот как? И что этот старый зверь тебе наплел? И я гад сказал, мол, знает Горыныч, как может победить. Да ни в жизни не поверю. С этим гадом лучше вообще дел не иметь. А Горыныч сказал, будто вы с ним дела имели. Будто помог он тебе. И теперь ему должна. Иначе нельзя было. И не жалею я ни о чем. А хочет с меня долгу получить. Пусть придет и заберет сам. Так, объяснись. Нет, ты идешь со мной к Горынычу. Остудив свою горячую голову и выслушать спираль не так все просто. Небогу я свою силу сейчас отдать. Я тебе не раз говорила, сколько бед на город выпало. Его нельзя сейчас оставлять. Яроград без меня в крови потонет. Еще и его корпус сплескается. Или просто от камня своего отойти бы боишься. Как у тебя руки затряслись, когда мы из палат вышли. Да, 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 да. Все, все, молодец, подколол. Все, все, а на это... Про камень мой и думать забудь. Уяснил? Потом с ним разберемся. Не думаю. Так что этот старый скользкий следняк про пилянку рассказал. Для лекарства нужно сердце богатыря. Красиво выходит. Как в сказке. Отплачу я долг и город спасу заодно от мора. Нет. Нельзя мне свое сердце отдавать. Но есть другие способы. И что предлагаешь? Так или иначе, без сбоя ты мое сердце не получишь. И с боем тоже. Можем мор вместе переждать. Ну или придется взять сердце другого богатыря. Понимаешь, о чем ее Людобор? Выясни. Переждать мор сердцу другого богатыря, а как бы сгорнуть? Сердце другого богатыря? Кроме нас двоих в городе нет богатырей. И привезти не успеем. А там и речь. Ты что же, предлагаешь Людобор и сердце забрать? Хоть один из вас соображает. А мне какой прок? Ну, мальца спасешь. Со мной биться не придется. Отпущу тебя полюбовно, так и быть. И город цел останется. Время никого не ждет. Меня осоплило. Получается, я не дождусь. Я лекарства, да? Все это зазря было? Такова жизнь. Но мы тебя, Любовя, дадим. Она все сделала, чтобы ты не мучился. Да и жертва твоя напрасно не будет. Подумай, скольких людей мы вместе с Людобором сможем спасти, коли город удержим. А ведь и правда, может, так оно и лучше. Подожди, обожди, млад. Еще не порешали ничего. А как быть с горынычем? Забыть думать про этого старого змея. Он сюда сунуться не посмеет. А коль я выехать захочу? Сам с ним разбираться будешь. Я только за Яроград отвечаю. А вообще, горыны трепаться-то гораст. Да только из своей пещеры не высовывается. Я решил. Так. Переждем мор вместе. Отдам свое сердце, будем биться. Ах. Предназначение наше именно спасти, понятное дело, пацана. И при этом мы спасем всех. Поэтому и мы отдадим свое сердце. Долго я прожил. Много лихо натворил. Можно и на покой. Жаль даже немного. Но дело твое, куда жизнь свою девать? Прощай. Так. О-о-о-о-о. Капец, как постарел. Вы видите? Родился богатырь, но что-то не барь, не даже сердце ее черного не чую. Я пришел свое отдать. Эх, ну, мог бы тогда сюда не ботаться. Позаводься, чтобы младперым лекарство получил. Не просто богатырьское сердце у тебя, Людобор. Геройское. И послужит стороне еще. И, Прада, вся сторона будет помнить подвиг твой. Ладно, змей, сделай быстро. Мальчик, отвернись. Бокатырская кровь напитала землю, и Белый Мор прекратился так же внезапно, как и начался. Яроградцы получили долгожданное исцеление. Спасти удалось не только Яроград, но и всю сторону. Она получила так необходимую ей передышку для борьбы с Ордой. Недовольные правления Мари и горожане объединились под началом Акроуса, но без поддержки Людобора у них не было ни шанса. Мари восстановил в городе порядок, а плакав умерших, яроградцы еще усердни стали работать, чтобы вернуть утраченное. Яроград быстро восстановился. Через несколько лет он смог соперничать с самим Великоградом, как по размеру, так и по влиянию. Мор заставил Марию пересмотреть методы управления городом. Все мародеры, заговорщики и жарные торгажи оказались на виселице. Опасаясь козней змея, Мари заперлась в своих покоях и перестала показываться на людях, ведя общение только через доверенных советников. Все это не прибывало ей поддержки яроградцев, завоевать народную любовь с железной рукой не получилось. И все же в правлении ярограда Мари отыскал свое призвание. Так ее и запомнили, как мудрую, но безжалостную поляницу-правительницу. Млад с старанием Лютобора, сумевший пережить Белянку, вернулся домой. Его и прежде слабое здоровье восстанавливалось еще месяцы. Страх потерять сына не прошел без следа для Болеслава. Ограны и бабки, присматрившие за Младом, с годами только множились. Болеслава стала все чаще посещать мысль, оставив его на троне. Млад с головой ушел в подготовку к правлению, а отец не спеша подыскивал ему подходящую невесту. Остаток жизни княжести тихой тоской вспоминал богатыря, благодаря жеврю которого один за другим встречал новые дни. Для Лютобора служба Сталин никогда не была просто высокопарной фразой, и он искренне отдавал всего себя этой службе. Колебался ли он, когда потребовалось отдать свое сердце, чтобы спасти тысячи людей? Все, кто его близко знал, считают, что нет. Вся сторона услышала о самоотверженности Лютобора. Во всех городах да деревнях возносили ему хвалу за спасение от Мора. Благодарные яроградцы даже поставили ему памятник. Каменный Лютобор очень похож на свой прообраз. Такой же суровый, непреклонный и не словоохотливый. Ну уже, каково ответ на твой вопрос? А, то есть мы прошли предназначение, теперь мы должны сделать выводы. Так, предназначать всем надо, но судьбой его не изменить. Есть в жизни развилки, когда можно изменить предназначение, каждый сам себе предназначен, сбирает. Ну давайте вот это. Каждый сам себе предназначение избирает. О, даже и схорчить тебя после такого раскателось. Неужто думаешь, будто на такой вопрос сложно и так легко ответить получится? А ну мы еще, али других сторонников поспрашивай. Желаешь еще раз попробовать или новый рассказ выберешь? Ха, другой сказ. Ну мы, наверное, новый сказ начнем в следующей серии. Мне, в принципе, очень понравилось. И по сути, по сути, я сделал правильный выбор. Потому что если есть предназначение, ну с точки зрения сказа и так далее, то его нужно исполнять. И по сути, я была права. Наш Лютобор в итоге всех спас. Своим поступком. А так, мне, в принципе, очень понравилось. И надеюсь, вам тоже понравилось то, как я предназначение проходила. И надеюсь, какова цена свободы будет в следующей серии. Хм, будет интересно узнать. А так, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. На сервере Дискорд, ссылка в описании под видео. И оставляйте комментарии. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.